Вы смотрите Городские новости в студии Максим Уфимцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Концерт для защитника Отечества. Артисты Дома культуры созвездия поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Титова. 70 тонн репчатого лука остановлен незаконный ввоз продуктов на территорию Курганской области. Березовая роща. В Далматово открыт уникальный для Зауралия экологический парк. В День защитника Отечества коллектив Дома культуры созвездия поздравил Александра Борисовича Титова. Для ветерана Великой Отечественной войны артисты подготовили выездной концерт с произведениями военных лет и веселыми народными песнями. Александру было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Молодой парень, родом из села Завериноголовского, вызвался добровольцем и попал на Дальний Восток, где было рукой подать до вражеских японских застав. Я связанным на лошадей. Здесь на этом фронте-то все. Техника была, а там-то еще с японцами-то. Лошадей много было всех. В общем, мне 17 было. 18-й год. Да, 18-й исполнил. Я командир отделения был в армии-то. А в отделении-то у меня были старшие моего отца, бойцы-то. Вот. Вот они, значит, у меня Саша, а меня, значит, я раскололгирую отделение. Ну, так, надо, чтобы называли товарищи. Товарищ Плащича жрала. Ага, я как пузырь сейчас вот сам на себя поверю. Вот. Ну, что они же... А они это... Как будто по-серьезному. Потом нам вручили благодарности от Сталина. После войны ветеран 6 лет служил пограничником и инструктором служебного собаководства. Работал зоотехником в колхозе. Затем геологом. Добывал полезные ископаемые в Заурале. Богатую биографию дополнило и семейное богатство. У ветерана две дочери, внуки и правнуки. В честь Дня защитника Отечества коллектив Дома культуры созвездия порадовал ветерана творческим подарком. На выездном концерте звучали веселые народные песни и песни военных лет, хорошо знакомые Александру Борисовичу. Пел, в строю пел. Понимается, настроение как-то бодрое делается. От звука, от одного, понимаешь, и да. ПЕСНЯ 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 Танцевальные номера для героя праздника подготовили юные артистки коллектива «Параллель». Песни исполнили солисты Елена Владимирова и Алексей Селиванов. Выездные концерты ко Дню защитника Отечества и Дню Победы Дом культуры созвездия проводит ежегодно. Самая сложность была подобрать именно тот репертуар, который бы подошел, подхватил бы боевой, так сказать, дух ветерана, чтобы он вспомнил все свои военные достижения. Репертуар подбирался очень долго, кропотливо. Ну и, конечно, песни мы старались подобрать веселые. Сегодня ведь праздник, то есть не стоит грустить. Нужно всегда думать о хорошем, о наших достижениях, о победах и о доброте. Артисты Дома культуры созвездия поблагодарили Александра Борисовича за защиту Отечества и пожелали ветерану богатырского здоровья и ясного неба над головой. По данным оперативного штаба Курганской области, за последние сутки было выявлено 1149 новых случаев заражения COVID-19. Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 1856 человек. За Уралье младшие школьники, выпускники и студенты вернутся за парты. С 28 февраля ученики с 1 по 4 классы, а также 9 и 11 классов выйдут на очное обучение. Такое же решение принято оперштабом и в отношении студентов колледжей и техникумов. Добавим, что очные занятия также продолжаются в малокомплектных школах. Вопрос выхода остальных школьников с дистанта будет рассмотрен на ближайшем заседании оперативного штаба. Решение будет зависеть от эпидситуации. Также с 23 февраля отменено действие ограничений на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Я считаю, что прививка от коронавируса – это норма сегодняшнего дня. Я сделал прививку от коронавируса для того, чтобы у меня была уверенность в завтрашнем дне. Я хочу, чтобы все мои знакомые и близкие поставили прививку от коронавируса, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет и чтобы жизнь стала проще и безопаснее. Вакцинация имеет смысл, вакцина имеет эффект. Мы всей командой офиса выступаем за здоровье и за вакцинацию. Большая часть сотрудников офиса уже были вакцинированы. На сегодняшний день офис привит на 100%. Следуйте нашему примеру и берегите себя. Вблизи российско-казахстанской границы сотрудники Тюменской таможни задержали крупную партию репчатого лука с нарушениями. Водители, граждане Республики Казахстан проигнорировали требования таможенников об остановке и предприняли попытку ввоза более 70 тонн лука. Вблизи российско-казахстанской границы на территории Курганской области сотрудники мобильной группы Тюменской таможни задержали две крупногабаритные фуры. В зоне действия знака «Таможенный контроль» сотрудник таможни дал ясное указание водителям остановиться для проведения проверки груза. Однако они проигнорировали данный сигнал и продолжили движение. Во взаимодействии с межтерриториальным отделом МВД Петуховской транспортные средства были задержаны и переданы сотрудникам таможни. По факту невыполнения требования об остановке водители привлекли к административному наказанию. Им грозит штраф от 500 до 800 рублей. В ходе досмотра установлено превышение массы перевозимого груза. Исходя из заявленных сведений, из Республики Казахстан перевозили по 21 тонне репчатого лука в каждом транспортном средстве. Фактически суммарное превышение веса товара состояло более 30 тонн. Две фуры находятся под контролем и другого ведомства. В управлении Россельхоснадзора водители также привлекли к административной ответственности. Оба автомобиля с грузом отправили обратно в Казахстан. Всего с начала года сотрудниками мобильных групп в Республику Казахстан возвращено 37 большегрузов. Суммарно они перевозили более 730 тонн товара с нарушениями законодательства. По материалам прислужбы Тюменской таможни. С 1 по 31 марта на образовательной платформе учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Участие смогут принять ученики первых девятых классов школ региона. Задания олимпиады построены в игровой форме. В них включены задачи на актуальные темы, такие как деньги и экология, управление семейным бюджетом, формирование привычек финансово-грамотного человека. Участие в олимпиаде бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Курганская область входит в десятку лучших регионов России по выполнению комплекса ГТО. Регион занимает 9 место из 85 в рейтинге, составленном Министерством спорта Российской Федерации по итогам 4 квартала 2021 года. Оценка проведена по девяти критериям, в том числе общей численности и доли населения субъекта, количество принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО и выполнивших нормативы на знаки отличия и другим. В Курганской области на сайте ВФСК ГТО зарегистрированы 123 944 человека. Приступили к выполнению нормативов 90 356 человек. Из них 15 774 выполнили нормативы на золотой знак. 17 588 на серебряный и 19 156 на бронзовый. В 2021 году по итогам выполнения нормативов знаками отличия по ширине более 9 тысяч наших земляков. 1523 золотыми, 3859 серебряными, 3759 бронзовыми. Центры тестирования работают во всех районах и муниципальных округах Курганской области. В 2022 году федеральный бюджет увеличит в 2,4 раза количество средств на охрану от лесных пожаров. В Курганской области подготовка к пожароопасному сезону правительством региона организована с осени 2021 года с учётом опыта прошлых лет. Для ликвидации лесных пожаров предусмотрена достаточная группировка сил и средств – 2702 человека и 1118 единиц техники. Уже проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, реконструкции и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров общей протяжённостью 10,5 тысяч километров. Устройство противопожарных минерализованных полос общей протяжённостью 1,8 тысяч километров. В лесах спланирована работа 36 межведомственных патрульно-контрольных групп. В подготовленном сводном плане тушения лесных пожаров предусмотрено наземное и воздушное патрулирование. В марте планируется заключение государственного контракта на авиалесомониторинг. Мы продолжим выпуск после рекламы. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Дворец культуры. Город Шадринск. Дворец культуры. Город Шадринск. Город Шадринск. Дворец культуры. Город Шадринск. Смотри местные телеканалы и передачи на родном языке в любой точке мира, где есть интернет. Прямой эфир телеканала Интерактивная телепрограмма на 5 дней Архив телепередач Скачай бесплатно Lime TV на мобильный для Android и iOS В конце 2021 года реализован проект города Далматова «Березовая роща». План Экопарка стал победителем 4-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уникальный проселок с красивыми березами, место для прогулок в любой сезон года. Спортивные площадки, лыжи-роллерная трасса – такой подарок получили жители города Далматова. В минувшем году состоялось торжественное открытие экопарка «Березовая роща». А сейчас этот объект пользуется большой популярностью не только среди местных жителей, но и приезжих гостей. Проект затевался, конечно, и испытывал трудности во время разработки, и во время строительства. Были как сторонники, так и противники. Но, тем не менее, это все было сделано с согласия жителей. Мы с ними все согласовывали, каждое, так сказать, их желание было учтено. И на сегодняшний день получился вот такой прекрасный парк. Экопарк «Березовая роща» стал победителем во всероссийском конкурсе Минстро РФ лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Специальная комиссия выбрала 160 победителей, в том числе и Далматова. Проект получил 50 миллионов рублей из федерального бюджета, а с учетом местных средств общие затраты составили почти 52 миллиона рублей. Также в летнее время здесь планируем проводить фестивали народного творчества, где также со всего окружения нашего вокруг города Далмата соберутся люди, которым интересно заниматься народным творчеством. Это как и изготовление фигур из дерева, это и разные национальные кухни. В общем, любые интересные движения здесь будут у нас проводиться. Такие у нас здесь планы. В парке завершен монтаж освещения и видеонаблюдения. Установлены лыжероллерная трасса, памп-трекорд под футбольную хоккейную площадку, зона для стритбола, волейбольное поле, велосипедные дорожки длиной в 3 километра. Также на территории парка построен пешеходный мост, который позволяет беспрепятственно проходить лесной массив. Он же выполняет роль смотровой площадки. Проект охватывает территорию площадью 30 гектаров и максимально сохраняет зеленую зону. Функциональные секторы размещаются на существующих полянах, где нет деревьев. Я буквально в первый же день сюда приехал, вечером посмотреть. Знаете, была непогода, шел мокрый дождь такой, мокрый снег с дождем. И вот понимаете, в такую непогоду и люди уже здесь катаются. Еще снегу-то было маловато, только-только первый снег выпал, такой даже он еще влажный. А люди уже катались. Конечно, много и женщин, и бабушек даже много гуляют. Я вот неоднократно здесь проходил. Все здороваются, спросишь, как дела, всем нравится. Вначале немного людей, те, которые были против, потому что они считали, что им и так здесь хорошо. Людей тут немного гуляло. Ну, соревнования пройдут, и больше как бы нет никого. А с реконструкцией, конечно, людей стало приезжать гораздо больше. Но те, которые были раньше противниками, теперь говорят огромное спасибо за то, что мы этот проект сделали. Проект «Березовая роща» объединил интересы жителей города, спортсменов и тренеров. Сейчас здесь можно проводить соревнования по зимним и летним видам спорта. Уникальный для Курганской области экопарк будет развиваться и в будущем. Социальный контракт – это путь выхода из трудной жизненной ситуации. Такую государственную поддержку сейчас могут получить жители города и района, находящиеся в трудном материальном положении, а именно малоимущие семьи и малоимущие одинокопроживающие граждане. Социальная помощь им осуществляется в виде единовременной ежемесячной денежной выплаты в целях стимулирования их активных действий по преодолению сложной жизненной ситуации. В Курганской области в 2022 году будут действовать четыре вида социальных контрактов по поиску работы и трудоустройства, по осуществлению предпринимательской деятельности, на развитие личного подсобного хозяйства и на преодоление трудной жизненной ситуации. В рамках заключения социального контракта по поиску работы и трудоустройства выплата осуществляется в течение четырех месяцев. Первая выплата до трудоустройства и три выплаты три месяца после официального трудоустройства гражданина. Размер выплаты в 2022 году 12 966 рублей. То есть гражданин, желающий устроиться официально на работу, может обратиться к нам за заключением данного социального контракта и затем дополнительно к заработной плате три месяца получать 12 966 рублей, предоставляя для отчетности только справку 2 НДФЛ с места работы о том, что он этот месяц проработал. В рамках предоставления поддержки на основании социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства может быть выплачено до 100 000 рублей на приобретение сельскохозяйственных животных. После заключения данного контракта гражданин обязан встать на учет в качестве самозанятого и отчитываться о доходах от ведения личного подсобного хозяйства. И тут еще основным критерием является наличие в собственности земельного участка с назначением для ведения личного подсобного хозяйства. Своё подсобное хозяйство Наталья и Владимир Найдановы держат давно. Узнав о программе социальных контрактов, решились на открытие своего дела, став индивидуальными предпринимателями. Сейчас реализуют мясную продукцию и мясные полуфабрикаты законным образом в цивилизованных условиях. Мы с мужем давно уже занимаемся своим хозяйством, выращиванием. Занимались сначала свининой в основном, затем перешли на крупнорогатые. Когда узнали об этой программе, можно сказать, соцконтракт, решили попробовать стать предпринимателями. Нам помогла соцзащита хорошим, можно сказать, подспорьем. Она выделила нам деньги, мы купили оборудование на эти деньги полностью. Обязательно нужно, когда заключаешь соцконтракт, на открытие своего дела, нужно предоставить бизнес-план. Что, как говорится, нужно для этого, какое оборудование и чем будем заниматься. По соцконтракту мы получили 225 тысяч. Естественно, все отчиталось в соцзащите. Сейчас меня должны в апреле, по-моему, промониторить. А жду сейчас первой отчетности еще перед налоговой. Как бы декларация, первый раз в жизни у меня будет по ИП. Согласно программе соцконтрактов, предпринимательскую деятельность супруги Найдановы должны осуществлять не менее 12 месяцев с момента подписания всех документов в Центре социальной защиты. Наталья Валентиновна категорично утверждает, что открыть свой магазинчик без финансовой поддержки они с мужем не смогли бы. Помогает государство и тем жителям, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это может быть вдруг необходимое лечение платное какое-то, ремонт аварийного состояния дома, то есть ремонт кровли, ремонт печного отопления, ремонт электропроводки. Либо наличие судебной задолженности по коммунальным платежам, что не дает семье, например, обратиться за субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер выплаты составляет в 2022 году тоже 12 966 рублей. Контракт может быть заключен до 6 месяцев, то есть до 6 месяцев может семья получать вот такую помощь. Здесь отчетность, соответственно, по расходованию данных средств предоставляется ежемесячно, на что потрачены данные средства. Государственная социальная помощь на основании соцконтрактов предоставляется семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. При этом на каждую семью прожиточный минимум рассчитывается индивидуально по социально-демографическим группам, а именно с учетом трудоспособных детей-пенсионеров. Напомним, для других выплат используется средний размер прожиточного минимума – 11 895 рублей в 2022 году. Для заключения социальных контрактов состав семьи определяется исключительно по регистрации места жительства совместно с заявителем. Шадринские государственную поддержку по программе соцконтрактов оформляют в Центре социальной защиты населения. Дмитрий Солянников из шадринского клуба «Торпеда ШААС» победил в финале номер один личного чемпионата Европы по ледовому спидвею. Гонки прошли в минувшие выходные в Польше. За победу боролись 18 сильнейших гонщиков из Италии, Голландии, Германии, Польши, Чехии, Австрии, Финляндии, Швеции и Норвегии. Дмитрий Солянников выиграл все заезды. В финальном заезде он также захватил лидерство со старта. На второй позиции оказался Владимир Фадеев из Каменско-Уральского. На этом выпуск завершен. Приятных вам новостей и до встречи в эфире.